В Черновицкой области ликвидируют единственный в регионе центр реабилитации пенсионеров. Три десятка больных инвалидов, одиноких стариков, ветеранов уже с 20 июня окажутся на улице. Почему закрывают медучреждения, разбирались наши корреспонденты. Уже третий год пенсионерка Мария Филипповна буквально живет в этой больнице. У женщины проблемы со спиной, тяжелая гипертония. Присматривать за ней некому. Решила перебраться в центр реабилитации. В этом центре Красного Креста проживает более 30 человек преклонного возраста. Одинокие старики, инвалиды войны. Вот только уже через две недели лечиться будет нечем. И негде. Центр ликвидируют. Против закрытия пациента. Деваться им некуда. А закрывают центр из-за долгов. Только за май задолженность по зарплате медперсонала 65 тысяч гривен. Раньше финансированием занималось государство, но с 1 января прошлого года патронажную службу ликвидировали. А функционал переложили на областные и районные бюджеты. Но там на содержание медиков денег нет. Как вариант, говорят в Красном Кресте, финансы можно искать на местах. Я не знаю. Мне кажется, что нужно объединять громады. Чтобы громада объединялась с Берегомецкой. И так как левая часть пациентов их, то, конечно, что нужен этот заклад. Но уже в подпорядковании селищной ради громады. В поселковом совете разводят руками. И хотели бы помочь, но юридически не могут. Деньги имеют право выделять только на медикаменты. Для того, чтобы лекарство нормально функционировало, приблизительно нужно 1 миллион 200 тысяч в год. Значит, мы считаем, что финансирование должно идти пропорционно. Если будет понимание областной и государственной администрации, областной ради районной и местных бюджетов, то мы эти задачи способны выполнить. Как быть дальше? Где искать деньги? Пока чиновники пишут письма областному руководству, а те кивают на местную власть. Пациенты собирают вещи. Богдан Вербицкий, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.